И опять вспоминаются события столетней давности. В поездке князя Живахова приняла участие сама императрица Александра Федоровна. Благодаря ее личному распоряжению осенью 1915 года, ко дню именинца цесаревича Алексея, песчанская икона прибыла в Могилев, где находилась тапка верховного главнокомандующего. Но крестный ход с чудотворным образом Божией Матери не состоялся. В недопущении крестного хода по линии фронта участвовали те же лица, которые через два года дезориентировали и опутали заговором царя. Будучи отвергнутой, песчанская икона покинула ставку 15 декабря 1915 года. Князь Живахов отвез икону обратно в Изюм. Внимательное исследование вопроса указало на роковое совпадение. Известный план Парвуса по финансированию революции в России целый год был подвержен колебаниям и не имел определенности. То приближался к цели, то расстраивался, как будто история выжидала, куда повернуть. Наконец, во второй половине декабря 1915 года Парвус был приглашен на важную встречу в Берлине. В МИДе и ведомстве государственного казначейства Германии Парвусу дали широкие финансовые гарантии для подрывной работы в России. 29 декабря 1915 года начинается масштабное финансирование государственных катастрофы в России и агрессивная кампания по демориализации армии. Парвус делает ставку на Ленина. Судя по всему, именно Песчанской иконе было предназначено удержать Россию от гибели. Едва Песчанская икона покинула ставку, красное колесо истории закрутилось. Через полгода после отъезда Песчанской иконы в ставку прибыла Владимирская икона Божьей Матери из Успенского собора Московского Кремля. Она побывала на фронте, она же находилась в ставке во время отречения государя. Владимирская икона, стоявшая около били Руси, прошедшая с Россией весь ее исторический путь, пришла, когда судьба страны окончательно определилась. России предстояло зайти на Голгофу. Сейчас Песчанская икона Божьей Матери находится в городе Изюмий. Не список, не копия, а подлинник. Это та самая икона, которая могла остановить Первую мировую войну и сохранить Российскую империю от катастрофы 1917 года. Сейчас, через сто лет, смута снова на земле русской. И так же, как и сто лет назад, Песчанская икона Божьей Матери стоит на страже Духовного единства Святой Руси. Она ждет наших молитв к ней.